Музыка Плагин называется Short Codes Значит, что такое Short Codes? Short это по-английски короткий Короткие коды Вот плагин сам по себе Замечательный Но он, конечно Вес потянет хороший Но он и может заменить Огромное количество плагинов Вот давайте сейчас зайдем На наш блок учебный Вот он, строим блок вместе И давайте мы на этом блоге С вами поговорим Об этом плагине Значит, посмотрите Я захожу в панель инструментов И плагин этот Будет у нас с вами Находиться В настройках И он так и будет называться Short Codes Я вам сброшу Его архив И вы, если захотите Вы его установите Но уже через загрузку Заходим в этот плагин И посмотрите Какое огромное количество У нас здесь настроек Ну, во-первых Первая вкладка О плагине То есть это и страница проекта И дополнение И так далее Вы можете здесь выяснить Что такое Short Codes Вы можете посмотреть видео Как им пользоваться Как использовать специальный виджет Как создать карусель Как создать галерею изображения То есть вот эти вот все вещи Вы можете здесь посмотреть Теперь давайте посмотрим Что мы здесь можем сделать В настройках мы делаем Только вот в двух чекбоксиках Ставим галочки Включено И пропускать значение по умолчанию Вот здесь включено Здесь оставляем декабрь Сохранить изменения Все настройки Больше нам здесь делать нечего Когда будете создавать галереи Галереи будут вот в этой вкладке Вот они, эти галереи Которые я создала Специально для работы Сейчас наши с вами И шпаргалка В этой шпаргалке будут даны Все шорт-коды Вот они с правой стороны у вас есть Эти шорт-коды И примеры этих шорт-кодов Итак, давайте посмотрим Как мы с ними будем работать И где вообще они будут находиться Вы в принципе можете и забыть Про настроек этот логин И забыть про него Почему? Потому что когда вы будете Добавлять какую-то запись То у вас появится Кроме добавить медиафайл Еще вот такая вкладочка Вставить шорт-код Вот на эту вкладочку Не обращайте внимания Эта вкладочка сделана Вот этим плагином Jetpack Мы о нем может быть Поговорим еще Он очень тяжелый плагин Я его сюда просто установила Потому что на этом Блоге у меня вообще Практически плагинов нет Поэтому я Оставила его здесь Итак Что такое шорт-коды И сколько их есть Давайте откроем Вот здесь я захотела Вставить шорт-код Запись Я вставляю шорт-код И вижу вот здесь Вот такие вот ссылочки Аж их 40 здесь Я могу Вот сейчас они показаны У нас все Я могу Выбрать например Ссылочки для содержимого Видите Вот они у нас все У нас есть То есть для содержимого Записки Я могу выбрать блоки Которые я могу установить Я могу выбрать медиа Вот в том числе и аудио Видите Я могу выбрать галереи Мы сейчас посмотрим с вами Как с галереями работать И другое Это то что осталось Не вошло вот в эти вот Под опции Итак Давайте зайдем в медиа Посмотрим Что мы собственно говоря Можем здесь сделать Вот давайте зайдем сюда И увидим здесь Что нам предлагает Этот плагин Ну первое Давайте мы вот начнем снизу Включим предпросмотр И видите Нам плагин предлагают Что он у нас установит Вот такой аудио проигрыватель Если я сейчас нажму Вы услышите Что здесь играет музыка То есть это та музыка Которая сюда загружена Давайте начнем сначала Ну первое Вот сюда Вы можете загрузить Свою музыку Или свой какой-либо текст Вы просто нажимаете на кнопку И выбираете тот файл Который вам необходим На что здесь нужно Обратить внимание Здесь надо обратить внимание Что поддерживается Только mp3 И og Имейте это ввиду Иначе загрузиться Загрузиться Проигрываться не будет Дальше Ширина 100% Это ширина На всю ширину странички Ну выбираю Я обычно Но если где-то надумаю То буду делать Мп процентов 40 Тогда он сразу У вас видите Уменьшится В предпросмотре И вы видите Какой он у вас будет Дальше Вы можете поставить Автопроизведение Просто здесь включив Да Кликнув вот на эту стрелочку Вы можете сделать Это постоянно То есть он будет Постоянно крутиться Чего я не советую делать Класс мы не меняем Мы просто пишем Вставить шорткод Я вставляю с той музыкой Которая нам необходима Видите здесь все расписано Что это аудио Что ширина у него 40% И что есть актовоспроизведение Есть Давайте посмотрим На предпросмотре Но предпросмотр у нас Играть не будет Здесь надо нам Обязательно с вами Опубликовывать Давайте я опубликую Чтоб вы видели Что это действительно так И тут же удалим страничку Запись вернем Пусть опубликуется И мы выйдем на просмотр записи Без заголовка Без заголовка Без всего Слышите да Играет музыка То есть я выхожу Я выхожу в редактирование записи И я ее просто удаляю Эту страничку Итак Давайте зайдем в черновик И будем в нем работать Итак Редактировать Что я могу здесь сделать еще Я могу Давайте вот это вот уберем Чтобы оно у нас не было Я могу Вставить сюда такие шорт-коды Ну например давайте вот Зайдем в галерею И в галерее поработаем Чтобы вы знали разницу Между галереей Каруселью И слайдером На свете здесь Очень много возможностей Итак Галерея Первое что вы должны сделать Это вы должны создать галерею То есть вы выходите В управление галереями Это вот та самая вкладочка Да И начинаете создавать Эту галерею Вот у меня одна галерея создана Вот если я захочу создать еще Я например напишу Сейчас вторая галерея Да Галерея И начинаю выбирать файлы В эту галерею Выбрать Ну давайте вот зайдем Загрузки И я ну выберу какой-нибудь Ну вот например вот такой Вот он загрузится сейчас И это будет первая картинка Мне надо создать еще Я беру еще картинку Ну например вот такую вот Да И загружается вторая картинка Вот она сейчас загрузится Я ее не редактировала Ничего с ней не делала Вот она такая осталась Я выбираю третью картинку Ну например какую-нибудь Тоже большую картинку Ну не знаю какую картинку Давайте вот Эту картинку выберем Она будет маленькая наверное Не будет соответствовать Этому размеру Ну пусть будет такая Все Я пишу сохранить изменения И вот у меня Появились все эти картинки Теперь посмотрите Вот я сохранила Здесь должна быть галочка Появиться зеленая Сейчас мы вот Видите Сохранение И вот видите Появилась галочка Сохранена Но если я захочу Редактировать картинку Посмотрите что я могу сделать Я могу дать заголовок Этой картинке Ну например Новости блога Новости блога И вот сюда Я могу вставить Какую-нибудь ссылку Ну например Давайте мы возьмем Вот из этого блокнота Ссылку Вот на этот курс Ну да И вставим его Вот сюда И вставляю его Вот сюда Вот он встал Да Пишу закрыть И у меня вот эта картинка Впоследствии Пойдет туда Куда я захочу Дальше Я редактирую Пишу Ну зеленые цветы Давайте напишем Просто так Зеленые цветы И вот сюда Я вставлю картинку Ну например Давайте Так Не то сделала Где у меня Вот редактирование Вот они Зеленые цветы Вот давайте Зайдем сюда Вот выйду Вот сюда Перейти на сайт И возьму вот эти вот презентации Вот эту ссылку возьму И заброшу ее В редактирование Нет Шорт кода И заброшу ее вот сюда В ссылке Вот так И пишу закрыть Все сохранилось Теперь я пишу здесь Редактирование Ну здесь пишу Ирисы Ирисы И беру ссылку Ну например Вот на Школу рубрики Нет ключевые слова Взяла ссылочку Здесь Вот так вот Зашла В редактирование Потеряла Вот сюда Вот так вот Зашла И закрыла Все Вот с этой С этой галереей Мы будем с вами работать Попишем Сохранить изменения Сейчас все сохранится Все сохранилось Выходим Теперь В редактирование Здесь я У меня две галереи Видите Я выбираю Могу выбрать первую галерею Давайте обновим Это старое Открытое окно Так И Вот это вот Удаляем И пишем Ставить шорт код Галерея И выбираем Вот здесь Видите У меня появилась Первая Вторая галерея Выбираю Вторую галерею Ширину Оставляю Ширина У меня Ну пусть были Где-то 160 И высота 160 Вот так вот Оставим Показывать заголовки При наведении мыши Давайте пусть Оставить при наведении мыши Цель ссылок Оставляю Конечно И Смотрю Предпросмотр Что у меня получилось А вот что у меня получилось У меня получилось Три картинки Они большие Эти картинки Давайте сделаем В один ряд Для этого я должна Сделать Ну например Вот так вот 100 И вот так вот 100 И видите Они встали В один ряд Пишу Вставить шорткод Вот он стал Этот шорткод Теперь я Гляжу На предпросмотр Видите Какие у меня Картинечки Получились Я кликаю Сюда И выхожу На рубрике Метки Закрываю Причем Видите В новом окне Видите Как хорошо Закрываю Сюда Выхожу Вот курс Блок С нуля Видите Вот я поставила Картинки И все это Получается Замечательно Почему я Об этом Плагине Говорю В заработке Вы можете Установить Вот такие Кликабельные Картинки Для выхода Ну на какие-то Свои курсы На какие-то Продукты И так далее Итак Заходим сюда Я убираю Эту ссылку Для того Чтоб мы смогли С вами разобраться С другим Шорткодом Так Галерея Давайте посмотрим Теперь карусель Чем отличается Карусель От галереи Я выбираю Вторую галерею Ширину я оставляю Такая как есть Отзывчивость Оставляю Отзывчивость Это размер Картинки По Наведению Курсора Количество Элементов Три Оставляю Количество Прокручиваем Один Показывать Заголовки Пусть будут По центру Показывать Стрелки Да Страницы Показывать Страницы Давайте Показывать Страницы Да Управление Колесом Мыши Автовоспроизведение Скорость Это у нас Идет Ну как сказать У нас идет Он в виде Галереи Он будет Прокручиваться У нас Поэтому мы Оставляем Все эти Скорости У нас Нам Необходимы Для настройки И смотрим Предпросмотр Вот он Предпросмотр Видите То есть Вот я навожу На стрелочку И вот они Двигаются У нас Эти картинки Давайте Вставим Этот шорткод И Посмотрим В предпросмотр Что у нас Получилось И вот Видите Какие у нас Картиночки Получились Вот они Здесь они уже Если там они Просто стояли Здесь они у нас Двигаются И если я Нажимаю на Картиночку То я выхожу На ту ссылку Которую я Показала Отлично Да Идем дальше Выхожу Обратно Закрываю Просмотр Выхожу В редактирование Убираю Вот эту ссылку Шорткод Этот И вставляю Другую ссылочку Давайте Посмотрим Галерею А у нас Еще есть Слайдер Давайте Посмотрим Что такое Слайдер Вторая Галерея Ширину Оставляем Такую же Отзывчивость Заголовки Стрелки Все Абсолютно Все Оставляем Включаем Предпросмотр И видим Что у нас Идет Слайдер Большие Слайды Показываются С названием Видите Зеленые Цветы Ирисы И так далее Вставляем Шорткод И смотрим Предпросмотр И вот он Наш Предпросмотр Вот они Картинки Которые у нас Здесь Установлены Нет Никаких Проблем Пожалуйста У вас Все эти Картинки Установлены И они Кликабельны Понимаете Это Очень И очень Важно И так Посмотрели Закрываю Предпросмотр И выхожу Опять На Редактирование Убираю Этот Шорткод И я хотела Бы вам Показать Вот Если здесь Мы с вами Посмотрим То вот Просмотр сайта Я последнее Занятие В первой Группе Специально Сделала Для того Чтобы вы могли Посмотреть Что вы можете Делать С этими Шорткодами Посмотрите Можно установить Например Какой-то Значет Можно установить Какие-то Картинки При перечислении Можно Вот такие Кноточки Поставить И так далее То есть Вот это Пример того Что можно Сделать С этим Плагином Давайте Посмотрим Так Редактирование Давайте Вот еще раз Ставим Шорткод И я вам Просто На предпросмотре Покажу Ну первое Вот ярлык Ярлыков Значит Берем По умолчанию Вот здесь Я открываю По умолчанию Сразу пишу Включить Предпросмотр Видите Он какой серенький По умолчанию Если вы возьмете Успех Он станет Зелененьким Если вы возьмете Внимание Он станет Желтеньким Содержимое Вы здесь пишите Например Нажми сюда Давайте Напишем Вот И у вас Появляется Написк здесь Вы вставляете Шорткод И у вас Все Получается Так как Нужно Теперь возвращаемся Сюда Я хотела вам Показать Еще одну вещь Вот например Услуга Блок Заголовка Вот Вы можете Что сделать Вы можете Вставить Иконку Вот так Как я показывала Там Видите Такая кнопочка Красивая Вы можете Выбрать Размер Иконки Размером Вы можете Написать Содержание Услуги То есть Вот В этом плане Я делала Написала Здесь просто Домашнее задание И брала Ту иконку Которую Мне захотелось Сделать Например Если включить Предпосмотр Видите Здесь по умолчанию Иконка Вот такая Общение Дальше Например Такой Шорткод Который бы Я хотела Вам показать Это Шорткод Например Выделителя Вам нужно Выделить Какой-то Текст Значит Давайте Подсвеченный Текст Это содержимое Если я включу Предпросмотр Вы видите Вот у вас Текст будет Подкрашен Зелененьким Цветом Вы можете Выбрать Здесь любой Цвет Например Красный И вот При просмотре Видите Он получается У вас Красный Дальше Идем Все шорткоды Что еще Здесь можно Посмотреть С вами Это Наверное Ну Вы Здесь Поизучаете Сами Ну Вот Я хотела Вам Показать Вот Такие Колонки Что такое Резиновые Колонки Помните Я вам Давала Код Например Ютубовский Давайте Мы его Найдем Ютубовский Код Вот Формочки Мой Значит Вот он Ютубовский Код Именно В форме Я имею Ввиду Вот Я беру Его Копирую Ютубовский Код Так И Сейчас Мы найдем Колонки Резиновые Колонки Да И Вставляю Его Вот Видите Здесь Содержим Вот Если я Включу Предпросмотр Видите У меня Получается Три Колонки Вот С таким Содержимым Вот оно Содержимое Что такое Содержимое Это Вот Это Запись Содержимое Колонки Если Я беру Содержимое Колонки И Вставляю Сюда Код Видите Он Отображается Значит Задача Моя Заключается В чем Убрать Вот Эта Надпись Содержимое Колонки Очень Аккуратненько Не задевая Никаких Формочек Видите Я убрала Надпись И Вот Здесь Надо Найти Второе Где у нас Содержимое Колонки И Вот Содержимое Колонки И Вот Я убрала Эту Надпись И Вот У меня Появилась В конце Моей Статье Я Захотела Поставить Какую Эту форму Например Формочку Вот видите Подписки На ютубе Или Например Формочку Подписки Вообще Форму Подписки Со Смарт Респондера С роялсофта Неважно Вы просто Ставите Здесь Форму Подписки И У вас Здесь Появляется Вот Такая Интересная Информация То есть Понимаете Как это Легко И просто Все Делается Это Все Делается Для Того Чтоб Вы Могли Монетизировать Свой Блог Причем Если Мы Вот Такой Код Будем Ставить С вами Например В Файл Редактора Всего Блога То Он Будет Появляться У нас У каждой Статьи Но Каждая Статья Имеет Разные Какие Либо Назначения Чтобы Не Перегружаться Просто После Какой Либо Статьи Соответствующей Тематике Вы Устанавливаете Код Формы То есть Вот Таким Образом Вы Работаете Вот С этим Продолжение следует